Итак, ещё один вопрос. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. У меня вопрос по поводу проведения дискуссии, а точнее смысла его проведения. Во всех дискуссиях оппоненты всегда остаются при своём убеждении. Зачем эти дискуссии нужны? В чём смысл таких дискуссий? Алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Начнём с того, что такой цели как таковой переубедить оппонента в том смысле, чтобы он принял твою позицию, у нас, конечно же, нет. Такой цели не было даже у посланника Аллаха, когда он принёс людям священный Коран. Почему? Потому что сам Всевышний в священном Коране говорит, что твоё дело увещевать, твоё дело доносить, но примут они это или не примут, это уже не твоё. Это уже сам Всевышний наставляет того, кого захочет, и не наставляет того, кого не захочет. Твоё дело — преподнести человеку, твоё дело — донести до человека. И поэтому наше дело заключается в том, чтобы мы преподносили, предоставляли этому человеку доводы и доказательства и опровергали его доводы и доказательства. А примет он или не примет, как говорит сам Всевышний в священном Коране, тот, кому Всевышний не установил света, у того не будет никакого света. У него не будет никакого прозрения и света. Поэтому наставление человека, вера человека, его принятие, его преклонность перед истиной — это всё в руках Аллаха. Он наставляет того, кого захочет, и не наставляет того, кого не захочет. Наше дело — донести, наше дело — объяснить человеку. А примет он или не примет, это не наша задача. Мы не должны ставить перед собой такую задачу. Это во-первых. Во-вторых, наша основная аудитория, те люди, на которых мы ориентируемся, когда мы устраиваем дискуссии, приводим там доводы и доказательства и опровергаем доводы и доказательства своих оппонентов, это те люди, которые смотрят эту дискуссию со стороны. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что непосредственно нашим оппонентам принять истину будет крайне сложно, крайне трудно. Почему? Потому что на них возлагают надежду другие люди. Если они примут на дискуссии нашу точку зрения, хотя прекрасно понимают, что она истинная, она правильная, они попадут под шквал критики тех людей, которые прислушиваются к ним, которые имеют с ними одни общие взгляды. И все те люди, с которыми мы дискутируем, так или иначе критиковались своими единомышленниками просто за то, что они, в принципе, вышли с нами дискутировать, не говоря уже о том, чтобы они принимали нашу точку зрения. Представьте себе, что бы с ними было бы, если бы они приняли бы нашу точку зрения, они согласились бы с нашей позицией. Одно то, что они сели с нами за один стол, чтобы обсудить эти вопросы, заодно это их очень сильно критиковали, не говоря уже о том, чтобы они принимали нашу позицию. И поэтому крайне, конечно же, сложно поверить в то, что человек может вот так вот в дискуссии, это должен быть очень сильный, очень верующий, очень честный, очень порядочный человек. Невероятно сильный и порядочный человек должен быть, чтобы вот в такой ситуации принять истину. Поэтому это прекрасно нам известно, что подобным людям сложно принять истину, но те, кто смотрит со стороны, они могут оценить наши доводы и нашу критику, доводы наших оппонентов и критику наших оппонентов, и здраво оценить и принять правильную позицию. И поэтому, конечно же, наши дискуссии, они ориентированы на наших зрителей, которые имеют возможность объективно и непредвзято оценивать. А среди наших зрителей огромное множество людей, которые приняли в школу Ахлибейт, алейхимус салат ва салам, посмотрев эти дискуссии. Я это говорю сейчас о тех людях, которые писали мне, с которыми я сталкивался, и сколько людей, возможно, есть, которых я не встречал, которые не писали мне, с которыми я не знаком, но которым эти дискуссии помогли найти истину, помогли найти правду. Помимо этого, обратите внимание, вообще изначально, когда мы начинали проект «Доводы», начинали дискуссии, задача не была в том, чтобы кого-то сделать шиитом, вне зависимости, это наш непосредственно оппонент или зритель. Такой задачи изначально не было. Была задача в том, чтобы продемонстрировать, продемонстрировать то, что у шиитов есть веские доводы и аргументы, что не стоит недооценивать шиитское учение. Нужно как минимум наравне с собой рассматривать шиитское учение, как минимум. Что у нас очень сильные и неопровержимые доводы из Корана и Сунны, с которыми вы не способны справиться, которых вы не способны опровергнуть. И поэтому такая задача у нас была в этих дискуссиях. То есть цели были не просто кого-то убедить в правильности каких-то убеждений, а скорее цель была важнейшая и первейшая цель была в том, чтобы познакомить людей как своих оппонентов, так и зрителей с настоящим шиизмом, а не с тем шиизмом, который имеется в представлениях этих людей, который вообще не аргументирован, не обоснован, что якобы шииты такие ползают в грязи, бьют себя, кровь свою проливают, ещё какими-то непотребствами занимаются и так далее и тому подобное. Нет, цель была в том, чтобы просто познакомить людей с шиизмом, показать им, что из себя на самом деле представляет шиизм, что это очень аргументированное, рациональное, крайне рациональное учение, что это крайне рациональное аргументированное точка зрения. поэтому, как таковой, такой цели, в принципе, не преследовалось, чтобы непосредственно своего оппонента переубедить, чтобы потом расстраиваться, что почему же он не принял мою точку зрения, а значит, я зря проделал эту работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!